Ты иди отсюда со своей камерой, что тебе надо? Ты что скажешь? Ты ему то же самое скажешь, что я тебе сейчас сказал. А если они захотят расправиться с тобой? Все, уважаем вас. В Екатеринбурге, в Орджоникидзовском федеральном районном суде, под председательством судей Анны Ивановой, прошло второе заседание в громком, и с каждым заседанием, становящимся все громче и громче, уголовном процессе над парочкой живодеров, которое 21 ноября прошлого года в заброшенной четырехэтажке на Стахановской-2 замучило до смерти ножом белую дворняжку Беллу. И надо признать, что второе заседание получилось значительно интереснее первого, прошедшего 12 февраля. Напомню, тогда, 10 дней назад, в зале суда из подсудимых была только 30-летняя Алевтина Сабаргалеева, сыгравшая, мягко говоря, неглавную роль в истязаниях собаки. Ей следствие вменяет вину то, что она, будучи нажратой, взяла у соседки по общаге нож, нарыла в ванной веревку и отдала это все 32-летнему Максиму Хазееву, который был у нее в гостях в общаге на Ильича-9, тоже нашвыренный в хрю-хрю. Эта парочка вышла из общаги с ножом и веревкой, то есть явно имея умысел на использование этих предметов. Хазеев подманил на улице дворнягу Беллу, которая более недели назад к нему привязалась. Собаку завели в расселенный дом на Стахановской-2. Вошли внутрь, где находясь в коридорном помещении первого этажа, в период времени с 14.30 до 14.45 того же дня, Хазеев, согласно отведенной ему преступной роли, подошел к собаке по кличке Белла, взял ее руками за туловище и повалил на пол. Удерживая собаку в лежачем положении, достал фрагмент веревки, который связал собаке передние и задние лапы и притянул их к голове, закрепив узлом на шее. После чего, продолжая свои преступные действия, Соборгалеева, действуя согласно отведенной ей преступной роли, поставила на туловище собаке правую ногу, таким образом удерживая ее и не давая возможности подняться. В это время Хазеев взял заранее приготовленный им правую руку нож хозяйственного бытового назначения, которому мышленно нанес не менее 8 ударов в область головы с левой стороны, не менее 12 ударов в область головы с правой стороны. Истекающую кровью, но еще живую и скулящую от боли и предательства Беллу, Хазеев и Соборгалеева бросили в подвал умирать. Ну и в итоге собака погибла от потери крови. А истязателям, пойманным по горячим, то есть буквально горячим кровавым следам, вменили 245-ю часть 2-ю УК жестокое обращение с животным, группой, по сговору, с применением садистских методов, а это в пиковом случае до 5 лет зоны. Впрочем, обо всем этом мы 10 дней назад подробно рассказывали. Хазеев, находившийся на воле под обязательством о явке, на первое заседание почему-то не явился. И судья Анна Иванова постановила доставить его в суд принудительно. И конвой его действительно доставил, и Хазеев все заседание провел в клетке. Возник вопрос, почему же он не появился на первом заседании? Оказалось, уроженец Ставды, Хазеев, в родном городе попал еще под одну уголовную статью. По его словам, человека подрезал. 12 числа меня арестовали в город тогда. Как я могу сюда приехать? Ну, вы знали о том, что будет суд? Конечно, меня предупреждали, звонили. И? Что и? 12 числа, говорю, меня по 111 в Тавде запрыли. За что? За 111 статья. Ну, а что сделал? Подрезал. Подрезал человека. И у меня, во-вторых, там была самооборона. Если вы не знаете, человека подрезал. Человек на меня кинулся с топором, мне что надо было делать? А собака-то тоже кинулась? Собака-то тоже кинулась. Ждем здесь собака. Журналисты, обрадованные появлением в зале суда главного персонажа этой нечеловеческой драмы, устроили ему до заседания перекрестный допрос. Мне жалко. Кого? Собаку. Жалко. Зачем тогда? Что сейчас? Что здесь сделать? Я хочу тебя услышать. Мы просто хотим понять, почему он? Что понять? Я сам не могу понять, почему. Откуда могу знать? Какие мысли-то были в голове в тот момент? Какие пьяные мысли были? Какие мысли были? Так у тебя белочка, что ли, началась или что? Да, белочка. Вы знали о уголовном наказании за это дело? Снова. Вы, ну, что вы признаете, сейчас готовы понести наказание? Да. Скажи, ранее уже был в колонии? Был, да. Вот, скажи, как тебя примут? Как ты думаешь за данное преступление? Как там относятся к живодерам? Кому? Ну, к людям. На Уралмаши каждый день кого-то валят, какую-то собаку, как примут. Да нормально меня примут. Кто встретит? Руководство. Руководство. Сидельцы. Что она вину свою признала, какие-то выводы определенные для себя сделала. Ну, эти обстоятельства сейчас, соответственно, будут устанавливаться. И я полагаю, что я как представитель обвинения не буду настаивать на реальном лишении свободы. Вопрос журналиста по поводу того, что Хазеев поймал Белочку, на фоне того, что замученную собаку звали Белла, можно было бы счесть циничным, но уверен, что задавший этот вопрос ни о чем таком даже и не думал. Суд над живодерами теоретически должен был пройти в особом порядке, то есть со скидкой по наказанию до двух третей от максимума статьи и по обыреку, без этапа судебного следствия. Ну, коль скоро оба подсудимых вину полностью признали, с обвинением согласны, чего тут расследовать? И все участники процесса ходатайства об особом порядке поддержали, но возникла неожиданная закавыка. Хазеев из клетки заявил, что он оказывается не совсем согласен с обвинением, дескать, его подельница наговорила лишнего. Меня допрашивали, ну, второго, то есть первого ее допрашивают. Она там наговорила того, что вообще не было. Понимаете? Это сомнение Хазеева побудило судью особый порядок суда отменить. Перейти на общий, чтобы во всех деталях тщательно разобраться. Следующее заседание назначено на 28 февраля. Заседание закрыто.